Добрый день, товарищи, друзья и другие люди, которые пришли на это мероприятие. Сегодняшний доклад я хотел бы прочитать на тему, которая, скорее всего, разделяет большинство левых активистов, большинство людей марксистской левой ориентации в России, в России и за рубежом, как называется, неформальные борцы в формальной борьбе. Что это значит? Я разделяю в большей степени как раз-то формальным образом людей, которые, с одной стороны, являются политическими активистами в общем виде понятия этого слова, а, с другой стороны, людей, которые, скорее, являются несколько отрешенными от такого теоретического и практического порядка того, что они называют борьбой, с одной стороны, за права тех или иных идентичностей в необъективном понимании этого слова, но, с другой стороны, и в некоторых сектантских моментах, которые характерны, как уже говорил, для российских марксистов левых, так и за рубежом. В целом, начать хотелось бы именно с понимания, что я подразумеваю под неформальным активистом. В целом, эта тема очень пересекается с контркультурными ползновениями еще с середины начала XX века. Как вы большинство из вас знаете, в середине, в этом году было 50-летие Красного Мая. Я считаю, что именно это событие в той или иной мере, как маркер того исторического момента, который был в конце 60-х годов, то есть это и борьба за гражданские права, это Вьетнамская война и так далее, и так далее. Вот эти все роковые вещи тоже повлияли на формирование современного левого активиста больше, чем на него повлияла как раз традиция классической политической борьбы, которую мы могли видеть, пусть и во времена Октябрьской революции, этих вот событий, начала XX века. Контракультурные вещи, которые были чем-то самосообразумеющимися для людей той эпохи, будь то следование определенным таким мелким криминализованным моментом, там, шоп-лифтерство, crime think, как называется сейчас, такое движение, то есть борьба с, или намерение для борьбы с системой через некоторые чистые индивидуалистические практики, такие как фреганство, такие как кража из крутых сетей и так далее, которая является таким, скорее, не только и не столько буржуазным моментом индивидуалистической борьбы, сколько сознательным или бессознательным моментом увода не только коллектива, но и, в принципе, всей маркетинской мысли от борьбы коллективной, классовой к борьбе с последствиями индивидуалистической системы. Это важное понимание формальности активистов в том плане, то есть не формальности, в том плане, что в начале 70-х годов через контракультурные издержки войны, всей хиппи-битниковской тематики, вышло движение хиппи. Это расшифровывается как молодежная партия Америки или молодежное движение Америки. То есть, по сути дела, если во Франции, допустим, традиция политической борьбы бывшего 20-го года была, скорее, чисто антистеглишменской, но, с другой стороны, не антикоперединистических принципов, потому что протестанты майя не выступали против, к слову, всей системы, не тени, а только против замены, как говорил Акан в то время, замены одного господина другим господином, то есть президента президентом, в господиле. Претензий у них не было на более глубокое степи противоречий. То в Америке эти тенденции вылились в исключительно неколлективистскую борьбу. Разумеется, в те времена были большие протесты в Фашингтоне, в Чикаго, на праймере с демократической партией, но и другие моменты. Но в целом они не влияли на общность и развитие теоретических и практических идей среди левоориентированной американской, а молодежи в целом. Такие персоналии, как Хью Ньютон, то есть из Черных Парнтер, так и из самих гиппи, руководителя этого движения, кучерявит такую книжку, написал, как правильно воровать в супермаркетах. Но не суть вашей статьи. Так вот, большинство из этих бывших хиппи представителей контокультурного движения тех времен с развитием капитализма современного, то есть с развитием корпораций, с транснационального капитала, укрупнение этого самого капитала, развитие интернет, информационных технологий, в связи с этим и увеличение количества и уровня потребления, и уровня жизни в целом, в купе с экономическим кризисом и таким неконсервативным поворотом в экономике 70-80-х годов, повлияло на то, что многие из этих деятелей, большинство, стали командифицироваться. Если говорить более приземленно, то то, против чего они боролись, стало средством их завлечения или по-иному кооптации внутрь этой самой капиталистической системы. Формы борьбы, пусть сколько-либо индивидуалистические, но реально с некоторым таким радикальным левым потенциалом были полностью уничтожены тем, что эти люди, сколько бы ни идейными они не были, оставались в рамках товарно-денежной системы капитализма, которая уже в тот момент, начало 90-х, стала уже более глобальна. И остатки таких вот очень леворадикальных вещей мы можем видеть как и в России, так и в Европе, так и в Америке, но очень мелкими цифрами, числами. Если сам не допустим протестное движение середины века молодежного и тем более начала века, то мы увидим, что на смену старым социальным движениям, более коллективистского, марксистского толка, пришли новые социальные движения, которые борются скорее, тут наверное, большинство вызовов меня поддержит, борются не за общую эмансипацию человека, в плане не разделения его на разные идентичности, будь то борьба с половой гендогендерное равенства, по за равенству ЛГБТ-людей, так и трансгендеров и так далее, что, естественно, немаловажно. Ну, сам вопрос о борьбе с таким, за права работника такового, права человека в целом, в общем его апеллитарном смысле, скорее не ставится, чем ставится. И многие социальные движения укропняются тем, что подхватывают повестки со стороны некоторых разных ренегатов, либо САРК, как коммунистических движений, станиц-катурский с потолка, неважно, или наоборот, левого крыла личных демократических партий, или либерально-демократических на Западе. Если уже заканчивать этот западный такой обзор, то, разумеется, многие тенденции современного дня, которые мы можем наблюдать, то есть кто из вас интересуется именно актуалочкой западных левых, будь то, как говорят западные СМИ, такая намечающаяся гражданская война между теми, кто выступает против трамповского эстаблишмента, то есть тех консервативных вещей альтраэйтовских, таких неореакционных, которые сейчас очень сильно присутствуют в американском обществе, будто запрет абортов, антисекуляризационные элементы в школах, университетах, развитие вот такой вот, откат именно вот такой вот прогрессивной, в общем плане имеют левой мысли на Западе. Им противостоят люди, которые как раз этому всему и потворствуют. То есть формальное развитие свободы слова, и формально, потому что оно, естественно, буржуазное, повеляло на то, что огромное количество людей, начиная от последователей плоской земли, этого гипотезы антинаучной, потом сами же белые националисты, им дали слово. С одной стороны, это неплохо, нехорошо, это просто английский. Но поскольку сейчас в настоящее время огромное количество людей, которые умеют грамотить в общем плане, то есть больше, чем когда-либо, но в связи с этим есть огромное количество реакций, которые усиливаются, тем больше усиливаются в обществе прогрессивно высоко как таковое. Какое это отношение имеет теперь к формальности борьбы в целом? В России эти самые тенденции, которых я кратко и эклектично обозначил, начали формироваться в таком лево-ориентированном российской среде как раз с начала десятых годов. Тогда можно было сказать, что люди, которые протестуют против феминистских разных вещей, из-за силы борцов социальных предлевших в России, откровенных каргопультистов, которые борются против некоторым невидимым противникам. В настоящее время, скорее, ситуация более близка к реальности. Существуют на разных уровнях, разная внутриобщая эмоция. Закрытые группы, которые как раз симулируют эту самую формальную борьбу с одной стороны и идентичности, с другой стороны и более марксистского политополитического аспекта. Что я имею в виду? Некоторое количество из нас состоит, соответственно, в некоторых марксистских партиях, объединениях и так далее. Сам факт того, что марксистская мысль в России прямо, скажем, отличается от ее видения на Западе, далеко не вызывает сомнений. Если, допустим, на Западном я имею в виду именно Европу сейчас и в меньшей степени США, в марксистских объединениях и партиях, даже пусть формального толка, элементы, если правильно его назвать, тех вещей, которые капиталистическая система сочла удобными для вписывания в те или иные программы, консенсусы, которые формируют эти самые объединения на Западе, я имею в виду именно борьбу и прогрессированного толка. То есть это все есть в программах, это есть в их конференциях, в учреждениях, и порой это достигает действительно такого откровенно замечательного толка, откровенно таких вещей, которые полностью заменяют собой скорее борьбу с привидностями тех стран, в которых эти партии находятся. То в России ситуация скорее неудешительная, потому что со мной все равно у нас есть, и формальность бывшей советской структуры, которая, несмотря на все ее положительные характеристики, все-таки была, мягко говоря, очень далека от настоящих социалистических преобразований в обществе, и наслаивая этот опыт на борьбу марксистской организации в России, мы получаем то, что многие из этих самых организаций существуют и проводят свою деятельность не исходя из реального теоретического анализа тех актуальных тенденций, которые существуют в российском обществе, а исходя из некоторой такой парадигмальной программы, некоторой догмы, которая скорее мешает такому комплексному пониманию вещей. И тут мы переходим как раз к теме формальности. Поскольку мы с вами живем не в изолированном от общественных символических вещей пространства, мы с вами находимся в 2018 году в России, Петербурге и так далее, на нас влияют различные факторы, которые с одной стороны и мешают, с другой стороны и подводят нас к тем или иным практическим теоретическим выводам, все-таки я не могу назвать большинство левых в России так или иначе активистами. Поскольку именно неформальный характер самого активиста, то есть нахождение его в прямой зависимости от, с одной стороны, условных традиций, которые вредят его практической деятельности, с другой стороны отсутствие большого теоретического базиса и даже за начинающие тенденции на создание некоторой сильно религиозной теории, говорит нам о том, что скорее эти организации существуют в двух разных сепарированных полях. С одной стороны, это чисто кружковая деятельность, все мы знаем, наверное, понятие научить централизм, то есть люди, которые скорее настолько озабочены созданием и развитием теории, создания широкой партии через кружки, что они абсолютно отрицают любую практическую политическую борьбу, что тоже вредно, но и, в принципе, перспективным мы сможем понять, так ли провалит тактики или нет. Я скорее считаю, что подобная акцентуация вредна. С другой стороны, мы имеем партии и движения, которые опираются исключительно на практику, то есть исключительно на хождение к проходным заводам, исключительно на какие-то общественные выбранные кампании, митинги и так далее. Я считаю, что это тоже неправильно и вредно с другой стороны, потому что отсутствие понимания теоретического бафиса с чисто практическими действиями привык к тому, что большинство членов организации, начиная с верхов до низов, если организация вертикально или горизонтально, не важно, оказывается в плену вот таких вот тагматических вещей, что как раз и формализует их борьбу в целом. Если есть чисто теория или есть чисто практика, то это всегда приводит к тому, что организация перестает являть собой некоторую актуальность в том или одном политическом поле. Она либо становится закрытым кружком, который формирует собой, допустим, на примере прорыва чистую симулятор школы с домашними заданиями, с переменами, с опозданиями, с штрафами и так далее. С другой стороны, мы имеем различные организации типа РСД или РРП, которые в чистом виде скорее ориентированы на практику, нежели на теорию. И я делаю акцент, что именно обе эти организации, у них есть свои недостатки в этом плане. Когда есть акцент на исключительно таких сиюминутных вещах, компаниях практического характера, без именно комплексного, не побыть два слова, диалектического понимания, в принципе, борьбы как таковой. Но и помимо этих двух тенденций, есть, конечно, и более мелкие группы феминистского характера, есть более мелкие группы, наоборот, такого индивидентаристского характера. Но они скорее носят формат, как раз вот, как культа борьбы с западным толпом. У нас, допустим, не реакционеры, у нас есть, допустим, леволибералы характера борьбы за идентичности, которые находятся в жестком противостоянии между собой. И формальность и этой борьбы сопутствует и неформальности того, что мы понимаем под марксистом в целом, как я уже до этого говорил. По моему мнению, быть марксистом – это не значит только лишь читать работы классиков, это не только лишь читать работы современников, допустим, разбираться в нациологии, политологии и так далее. Но это не только, допустим, работа с профсоюзами, или это не только лекции, такие, как сейчас, нужно наблюдать. Быть марксистом, если, конечно, это наша с вами цель в краткой перспективе. Большую, конечно, это взять для власти, разумеется, и смена и политической революции социалистического характера. И, соответственно, марксистом мы станем с вами только тогда, когда поймем необходимость всех полей теоретического и политического характера. Поймем, что противоречивость внутренняя есть и противоречивость в борьбе за конкретные персоналии, или в целом это не есть нечто плохое, это не есть нечто неправильное само по себе. Это есть лишь один из этапов становления нас как полноценных субъектов политической борьбы. То есть это и классики, это и современники. Формирование определенной теоретической базы – это и три профсоюза, это и студенты, это и лекции. То есть все в целом. Заметьте, на все может не хватать ресурсов, на все может не хватать желания в целом ресурсов или времени как такового. Но это и есть выход из такого сектанского замкнутого круга. Это есть выход из формальности нас как некоторых политических неформалов. Если на нас смотрят люди, допустим, со стороны обывателя. Вот мой, соответственно, вывод таков, что для выхода из кризиса левого движения во всем мире, ну я сейчас поговорю про российскую перспективу, состоит в том, чтобы принимать все виды политической и не политической борьбы для достижения наилучших результатов и не поддаваться, допустим, на какие-то догматические, на меры догматического характера. Вот так и все. Спасибо. 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 Спасибо.